До первой кроссовки Елены ей подарил дедушка. Это было, когда ей был один годик. С родственниками Елены Весниной мы встретились в музее спортивной славы. Здесь истории побед известной сочинской теннисистке посвящен целый стенд. Все экспонаты в музей передали родители Елены. У нас представлены стенды таких выдающихся спортсменов, как Евгений Кафельников, олимпийский чемпион сочинский, на сегодняшний день единственный олимпийский чемпион, но мы надеемся, что Елена Веснина окажется в списке олимпийских чемпионов теннисного спорта. Сегодня на встречу с нашей съемочной группой отец и брат, он же тренер спортсменки, принесли первую завоеванную в Казани золотую медаль Весниной. В паре с Анастасией Павлюченковой наша землячка обыграла дуэт из Таиланда. Россиянки праздновали победу в двух партиях, хотя игра складывалась не так гладко, рассказывает брат Весниной. За Елену он болел на стадионе в Казани. «Стрингеры натянули ракетки не очень хорошо. Стрингеры – это кто перетягивает струны на ракетки. Потом, конечно, попроще стало, когда принесли новые ракетки уже во время второго сета. Поддержка наших зрителей была очень серьезная, очень сильно поддерживали наших спортсменов. Автографы раздавали 40 минут спортсменам, наши девочки, не отпускали из эскорта». Второе золото Елена выиграла в миксте в смешанном разряде. В финале с Андреем Кузнецовым, с которым вместе Веснина играла впервые, они оказались сильнее теннисистов из Японии. За победным матчем в Сочи у телевизора следили родственники и друзья Елены. «Она позвонила сразу после финала, с ней разговаривал, поздравил ее. У нее, конечно, были эмоции, как она отыграла этих два матчбола, потому что это было очень сложно, как подавал японец. Он подал на нее 189 километров подачу. Она приняла, он бил в нее и вышел к сетке. Она обвела его таким резвым сумасшедшим ударом. И второй матчбол тоже, как получился, очень напряженный. Елена тоже второй мяч вытащила». Кроме того, на универсиаде в Казани помимо двух золотых медалей Веснина в свою копилку добавила и серебро в командном зачете. Теперь в мировом парном рейтинге она шестая. Уже в конце июля после небольшого отдыха Елена Веснина начнет готовиться к следующему турниру. 5 августа в Торонто она сыграет первый матч в американской серии. Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.